В этой палате уже прооперированные пациенты возраста от 40 до 70 лет. Инсульт. Причина его развития у всех разные факторы риска – злоупотребление алкоголем, курение, избыточный холестерин, гипертония и непереносимость высокой температуры воздуха. Летняя жара может спровоцировать кровоизлияние в мозг. Самый грозный симптом, конечно же, у инсульта – это нарушение сознания, это постинсультные нарушения движения, двигательной активности в конечностях, это либо левосторонний центральный гемипорез, либо правосторонний, в зависимости, где произошла катастрофа в головном мозге. Распознать симптомы сам больной может самостоятельно. Предвестники беды – это постоянные головные боли, головокружение и слабость. Позднее могут добавиться тошнота и рвота. Такое состояние, как правило, сопровождается редким пульсом, нарушением речи и координации, притоком крови к лицу, потливостью, чувством онемения в ногах или руках и помутнением сознания. Люди с острым нарушением мозгового кровообращения должны быть немедленно госпитализированы в стационар. Помощь для предотвращения необратимых последствий могут оказать только врачи. Самое главное для нашего населения – они должны знать, что если увидели, что человек лежит без сознания, либо снижено сознание, то есть это просто спросить, как его зовут, если он не может ответить, либо у него нарушилась речь, либо у него нарушилось движение в конечностях. Это сразу видно, что правой рукой, правой ногой шевелит, а, допустим, левыми конечницами нет, либо наоборот. Самая главная задача первая – это вызвать скорую помощь и сказать, что у человека подозрение на инсульт. До прибытия скорой помощи пострадавшего следует уложить так, чтобы голова была немного приподнята. Необходим свежий воздух. Одежду лучше расстегнуть, измерить артериальное давление. Если оно повышенное, дать лекарство, которое обычно принимает больной в подобных случаях. В том числе к успокаивающим средствам относят экстракты боярышника, настойку валерьяны и пиона. Валерий Белоус, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.